В эфире Дагестанское радио. С главными событиями среды 23 апреля информационный выпуск Вести Дагестан, в студии Денисия Гусейнова. Добрый вечер. Всероссийский форум культура и экономика региональной политики в современных условиях накануне продолжился пленарным заседанием. На нем представители различных регионов попытались все вместе ответить на вопрос, как с помощью культуры подтянуть экономику не только своих регионов, но и страны в целом, а также добиться существенных результатов в борьбе с терроризмом. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» дал концерт в Махачкале в рамках культурно-инвестиционного форума. Художественный руководитель, главный дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. На концерте в Махачкале коллективом дирижировал заслуженный артист России Юрий Ткаченко. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» был создан в 1990 году указом правительства России. С 2002 года оркестр дал более 600 концертов России и за рубежом. Музыкантам «Новая Россия» рукоплескали в городах Поволжья, Золотого кольца, Урала, Сибири, Московской области, Прибалтики, Азербайджана, Белоруссии, Украины, а также Франции, Германии, Греции, Польши, Великобритании, Италии, Голландии, Испании, Австрии, Турции, Болгарии, Индии и многих стран мира. Обширен и разнообразен репертуар оркестра. В нем сочетаются классика и современность, музыка разных стилей и жанров. Будучи впервые в Махачкале, симфонический оркестр «Новая Россия» преподнес прекрасный подарок всем дагестанцам, исполнив музыку дагестанских композиторов Мурада Кожлаева, Сергея Агабабова и Шервоничилаева. Своими впечатлениями от услышанного и увиденного делится заслуженный деятель искусства Республики Дагестан, музыковед Маймусат Каркмасова. Ну как можно упустить возможность послушать большой симфонический оркестр? Мы все сидели, восхищались, наслаждались чистым звуком. Тем более мы очень соскучились по нашей дагестанской музыке на сценической площадке. Мы редко ее слышим, я не устаю об этом говорить, но это так. Вчера произведения Мурада Кожлаева звучали. Да, были и Мурада Кожлаева замечательные произведения. Очень мой любимый цикл из музыки к фильму Фархата Ширин по Ахихмету. Это было очень яркое исполнение, очень выразительное, как и следующие произведения. Ну вы знаете, что вот эта вот миниатюра с Нового Гора, она потом звучала и в 81-м году на декаде дагестанского искусства, как гимн, начинающий и завершающий эти дни декады, торжественное открытие. И он, можно сказать, неофициально даже звучит часто, как гимн, как визитная карточка Дагестана. Настолько это душевно теплая музыка и мастерски поданная музыка. Так что это не может не радовать все это, и выступление Чалаева, и замечательные скрипичные миниатюры Сергея Габабова. Это все было прекрасно. Еще мне, знаете, что понравилось, что скрипачка Гали Ахметова, которая выступала, она показала еще один пример такого трепетного отношения к своей культуре, к своему национальному достоинству показала. Она вышла в таком красивом костюме национальном. И я впервые увидела, что скрипачка на академическом концерте выступает в таком красивом этническом наряде. Это тоже, правда, маленькая деталь, хоть и маленькая, но о многом говорит о человеке. Это говорит о культуре человека. О внутреннем достоинстве, национальном внутреннем достоинстве, которое нужно, конечно, поддерживать. Раз мы проводим вот этот форум, и у нас много риторики сегодня вокруг отношений к национальному наследию, о том, что надо его беречь, но на деле это показывают почему-то наши гости. А не мы. Мне это жалко. Ну, с надеждой на будущее, наверное, да? Будем надеяться, что это хорошие примеры. Для этого и делаются форумы. Традиционные народные промыслы, мастер-классы, песни и танцы гостям культурно-инвестиционного форума показали, чем славится наша республика. Павильоны развернули прямо на главной площади столицы. Гости форума – это представители многих регионов и соседних стран. Гости форума на экспозиции, которая развернулась на главной площади столицы, встречают лесгингой и русскими народными танцами, тем самым подчеркивая самобытность республики и ее многонациональность. Уже внутри павильона главу Дагестана и почетных гостей знакомят с нашими традиционными народными промыслами. Посетители здесь словно попадают в высокогорный дагестанский аул и могут даже поучиться при желании у мастериц. Те, кто приехал в Дагестан в первый раз из-за границы или же из соседних регионов, признаются, что впечатления о республике позитивные. Среди таковых депутат Государственной Думы Лариса Яковлева. Мне очень интересно посмотреть здесь и культуру народов Дагестана. Мы его, россияне, не можем разделить на культуру лесгинов, кумыков и так далее. Для нас это культура Дагестана многообразная, красивая, своеобразная. Поэтому я считаю, что проведение таких форумов как раз нам, гостям, дает очень много возможностей увидеть этот народ, полюбить его. И таким образом, вы знаете, ведь мы, каждый регион, мы хотим развиваться, каждый регион хотим, чтобы о нас узнавали. Поэтому проведение такого форума в Дагестане как раз сегодня имеет очень важное значение и для самого Дагестана, но и, наверное, для всей России в целом. Экспозиция носит название «Дагестан. Связь времен» и символично поделила зал на две части – культурную и экономическую, а также показала республику в прошлом, в настоящем и будущем. Рассказывает министр культуры Зарима Бутаева. В первой части это такой символический дагестанский аум, в котором представлены и наше народное поэтическое творчество, наши солисты. Та сторона, она презентует современный Дагестан. Это приоритетные проекты развития нашей республики. Инвестиционные и экономические проекты, которые сегодня успешно реализуются в республике, доходчиво представлены на стендах и мониторах. Дагестан усиленными темпами сегодня развивает промышленность и агросектор, расширяет экономические возможности. Кульминация экспозиции – подписание трехстороннего соглашения между правительством республики, Российским промышленно-инвестиционным фондом и корпорацией промышленников и предпринимателей ВАТАН. Оно касается намерений сторон осуществлять деятельность, направленную на организацию инвестирования в сфере гидроэнергетики. Уже после гости отправляются на другую площадку, осмотрели экспозицию местных художников и ювелиров. Говорит Абдусамат Гамидов. На экспозициях были представлены все наши проекты, которые сегодня на самом деле реализовываются. Ближайшие планы и средняя перспектива. Все инвестиционные проекты, которые сегодня, еще раз повторяюсь, реализуются в нашей республике, будут реализовываться завтра и будут реализовываться послезавтра. Основная цель культурно-инвестиционного форума – обсуждение важнейших проблем развития культурной среды и экономики в регионах России. Для Дагестана это еще и возможность показать свою уникальность и самобытность, что, безусловно, важно для создания положительного имиджа республики. Впрочем, как это сегодня важно для других республик Кавказа. Говорит министр культуры республики Северная Осетия Аланья Фатима Хабалова. К сожалению, у Кавказа сейчас такой имидж, который, наверное, прежде всего, мы, жители Кавказа, хотели бы улучшить. Подобные мероприятия, они как раз влияют позитивно на имидж нашего региона и каждого субъекта отдельно взятого. Поэтому мы всегда с большим удовольствием приезжаем на все мероприятия, которые проходят в республике Дагестан. И с большим удовольствием принимаем любые делегации Дагестана у нас в Северной Осетии, в городе Кавказе. Помимо гостей из Москвы, республик Северной Кавказа на форум в Дагестан прилетели представители крупных европейских компаний. Иностранцы признаются, что с большим интересом знакомятся с культурой нашего края и уже всерьез подумывают о экономическом сотрудничестве. Тем более, что примеры успешно реализованных проектов уже есть. В рамках культурно-инвестиционного форума «Культура и экономика региональной политики в современных условиях» в Малом зале Русского театра прошел мастер-класс народного артиста России Заура Тутова. Накануне выступившего с большим сольным концертом перед дагестанским зрителем. Народный артист России, народный артист Карачаева-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик и Республики Адыгея, лауреат международных всесоюзных и всероссийских конкурсов, делился опытом с молодыми и именитыми исполнителями дагестанской сцены. Мастер-класс прошел в форме общения, где каждый мог задать интересующий вопрос, показать себя как певца и получить практический совет. Мы все коллеги, и это, как полагаю, именно большие люди, которые имеют отношение к музыке, к локальному искусству. Бокал – это очень серьезный. Я за его человек бритон, высокий училище и гнездинское котельное. А последние 15-20 лет я очень серьезно сам занимаюсь. Исключительно локальные упражнения в минимум час. И я стал понимать, что у меня диапазон расширился, и появилась возможность пить спокойно именно те произведения, о которых я мечтал. То есть я очень многое говорю, дорогие коллеги, надо всегда работать над собой, не довольствоваться тем, что в целом не достиг. И здесь можно максимально ответственно работать, полностью отдаваться, чтобы держать внимание зрителей, а тем более затрагивать их сердца, их душевные струны. Это очень не просто. Для этого надо очень много и много работать. Никогда не расслабляйтесь, занимайтесь, не останавливайтесь на достигнутом, и относитесь к себе бережно, к окружающим, к друзьям. И всегда старайтесь быть истинными и добрыми. Впечатления от маэстро после общения самые теплые. Он не только прекрасный вокалист, но и замечательный человек, говорит заслуженный деятель искусств Дагестана, музыковед Май Мусат Каркмасова. Я в восторге от нашего гостя, как от большого музыканта. На сегодняшней концертной эстраде мало людей зрелых, не только музыкально, но и художественно, культурно зрелых людей с таким большим кругозором, о чем говорит его огромный диапазон репертуара. Умное, я сказала бы, отношение к своему таланту и к своей природе. У нас на Кавказе, особенно и в Дагестане, много огромных голосов. Мы, наверное, развивали исторически эти голоса, перекрикиваясь с одной горы на другое. Больших природных дарований у нас много, но умение рачительно относиться к этому, умение длить на всем протяжении своей творческой жизни и продлевать эту творческую жизнь, развивать свой талант и крепчать. Это вот мастерство не каждому дано. И вот Заур Тутов показал, что он большой мастер этого дела. Я помню его еще 20-летним молодым человеком, когда мы встречались на творческих пленумах Союза. В то время мы общались с нашими коллегами из серо-кавказских республик, встречались в домах творчества и на центральных площадках в Москве, в Ленинграде. Сегодня его голос удивительный, хотя ему за 60, вот он и сам признался значительно шире и мужественнее звучит, лучше звучит, сильнее, крепче, чем когда-то, потому что он умело развивал свой талант. И вот я хочу сказать об умении как художник относиться к своей культуре, к своему наследию. Он и сын маленького народа, и будучи представителем наших северо-кавказских народов, его не случайно, ведущий на том концерте, назвал народным артистом Северного Кавказа, шутя, да, по-моему, шутя. Он действительно представительствует наших республик на российской сцене и очень умело умеет показать наше национальное достояние и российское в контексте общем, да, то, что было на его концерте. Это старинное нардское сказание, которое он исполнил, это многого стоило. Это пример нашим исполнителям эстрадным, как надо уметь сочетать, сопрягать старинный фольклор со современной эстрадой. И я думаю, это то направление, по которому, может, наша эстрада развивалась бы и достигла бы очень интересных результатов, если бы вот это направление освоило. То, как нам показал вот Заур Тутов, профессор Московского института культуры. И то, что он воспитывает в этом же направлении, вот в уважительном, трепетном отношении к национальной музыке, и воспитывает своих учеников, говорит, вот выступление нашей землячки, сажи Султановой, которая тоже украсила этот концерт, она так красиво подала варскую песню, без каких-либо кривляний, которые приняты на нашей эстраде, без каких-либо приукрашиваний и мишуры, скромно и с большим достоинством, она показала, как можно вынести на эстраду наш фольклор. Вот это очень многого стоит. Сегодня Заур Тутов – один из самых голосистых певцов России, зрелый, высокопрофессиональный артист, находящийся в прекрасной исполнительской форме, которую он поддерживает и развивает. Певец, сумевший воплотить в себе певческую культуру и традиции России, Италии и Кавказа. Желаем Зауру Нажидовичу долгих лет, творческих успехов и новых встреч со слушателем. Активное участие во Всероссийском культурно-инвестиционном форуме принимает Республиканский Дом народного творчества. Об этом его руководитель Марита Мугадова. Мы, конечно, рады, что у нас в Дагестане проходит форум, на котором участвует очень много гостей. Дагестанцы всегда гостеприимные, очень по традиции. Большая программа для участников форума. Одна из частей таких-то – участие в фольклорных, народных коллективах. Будут участвовать и гости, и наши профессиональные коллективы, и, конечно, наши фольклорные. Мы надеемся, что наша программа понравится и дагестанцам, и гостям. Они увезут массовые впечатления и надолго запомнят о нашем Дагестане и будут возвращаться, конечно, к нам. Будут приниматься новые решения, новые возможности открываться для Дагестана. А самое главное – чтобы наш Дагестан позиционировали как самое лучшее, уникальное место в мире, в России. И как мы любим Дагестан, мы хотим, чтобы так его любили и окружающие нас люди, россияне. Для этого мы все стараемся. В эти минуты Всероссийский форум завершает свою работу галоконцертом участников конкурсов традиционных и классических видов искусств Дагестана и творческих коллективов Московского государственного университета культуры и искусств. В Республиканском эколого-биологическом центре прошел открытый урок, на который были приглашены участники литературного клуба «Верба», редактор газеты «Юная Махачкала», представители Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова. Инициатором данного мероприятия выступила педагог дополнительного образования, почетный работник образования Российской Федерации Гульнара Кахлимановна Сулейманова. Постоянно общаясь с детьми, заметила, что они иногда чувствуют себя чужими в мире нравственности, духовности. Нам стараются привить главные зеленые деньги, но не это главное. Душа человека – это его путь. Всегда не забывать идти на дорогу и добра. В некоторых семьях уделяется внимание интеллектуальному развитию ребенка, а воспитание души откладывается на потом. А что мы видим вокруг тебя? Люди стали жестокими, и это все происходит на глазах у детей, а они как губка впитывают все хорошее и все плохое. Опыт человечества показывает, что встреча с миром добра и радости начинается с семьи и, конечно же, с книги. Книга зарождает такие нравственные качества души ребенка, как терпение, уважение, сочувствие, соучастие. Мы стараемся привить детям любовь к книге. Как отмечает Гульнара Кахлимановна, подобные встречи с представителями Дагестанской творческой интеллигенции для эколого-биологического центра не редкость. У нас в Республиканском эколого-биологическом центре учащихся состоялись встречи с поэтами, писателями Сурьгурию Вайсовым, Аминат Адуманаповым, Балкузином Аджиевым. Дети готовят к мероприятиям с радостью, читают их стихи и ждут новых встреч. В объединении учащиеся пишут рассказы, стихи, сказки, статьи и публикуются в газетах «Орленок», «Юная Махачкала». Сегодня встреча с интересными людьми. Мусульман Гасановной Абакаровой, начальником отдела культурных программ Национальной библиотеки Юлия Зачёсова, руководитель клуба «Верба». Мариам Таймазовой, прозаиком, автором книг. Любовь Остреневой, высказывающий редактор газеты «Юная Махачкала», автор сказок. Педагогический состав центра со своими воспитанниками подготовил и показал номера художественной самодеятельности, основанные на стихах детского поэта Константина Зачёсова, книга которого «Весёлый калейдоскоп» была презентована накануне в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. На мероприятии присутствовали дочери поэта Юлия Зачёсова и Любовь Остревная. Они высказали слова благодарности участника мероприятия за внимание к творчеству поэта, писавшего для детей. Нам очень приятно сегодня здесь присутствовать. Просто замечательно, что вы здесь собрались. Лично мне и вот моей сестре Любовь Остревной. Сегодня замечательная программа, которую вы нам подготовили. Кого вы читали? Какого поэта? Константин Зачёсов – это наш папа. Дорогие, ребята, спасибо вам огромное за такой подарок. Наш папа, получается, сделал подарок вам, выпустил вот такую книжку. Он очень давно пишет стихи для детей. Сначала он писал для нас, с сестрой, когда мы были даже младше, чем вы. Потом он стал писать для своего внука. Внук уже старший класс, уже в шестом классе. У папы нашего есть настоящие сказки, то есть уже не в стихах, а в сказке. Вроде как вы привыкли, наверное, но они пока не вышли, эти отдельные книги. Но я надеюсь, что вы должны выйти. Надеюсь, что вы их тоже прочитаете. Здесь читали стихи моего отца. Это для меня очень приятно, очень трогательно, что папины стихи такие востребованные оказались, что детям они нравятся. Как оказалось, большому числу детей это близко. Юлия Зачесова также рассказала о литературном клубе «Верба», ею возглавляемом, и была приятно удивлена, что в таком юном возрасте дети уже пишут стихи, некоторые из которых прозвучали на встрече. Наш литературный клуб, правда, он для взрослых, появляются и ребята, и ребята уже старших классов у нас, которые пишут. Меня порадовали девочки, которые сами пишут стихи. Я, например, в таком возрасте еще и не писала. Хотя я выглядела как книг в союзе писателей. Но надеюсь, что я от души желаю, чтобы у вас все было хорошо, и чтобы в дальнейшем вы проявляли себя и как творческие личности. По завершению мероприятия своими впечатлениями поделилась главный редактор газеты «Юная Махачкала» Любовь Остревная. По словам Остревной, детей всегда интересует все, что вокруг, и свои впечатления от увиденного они и переносят на бумагу. Дети Республиканского экологического центра очень активные, очень талантливые. Они постоянно пишут мне в газету. Буквально ни одна газета у меня не обходится без материалов, стихов, сказок учеников 38-й гимназии, учащихся экологического центра. Поэтому я их очень люблю, я всегда с удовольствием прихожу на их мероприятия. Где-то с 4-го класса примерно у меня начинают публиковаться. Может быть, устно они еще могут как-то рассказать, а вот для газеты именно сложновато. А с 4-го, 5-го, 6-го класса мне часто пишут. Всегда интересно читать бывает. Любовь Константиновна подчеркнула значимость подобных мероприятий для юных поэтов. Мне кажется, очень важно, очень нужно, чтобы дети участвовали в общественной жизни, чтобы дети не замыкались в себе, только в свой кружок. Это, конечно, тоже важно. Ну и чтобы выходили куда-то за пределы своего мирка. Подводя итоги встречи, Гюльнара Сулейманова отметила. Сегодня мы сделали этот урок, привить детям любовь, книги, чтобы наши дети были культурными. А то у нас что получается? У нас образованных людей много, а воспитанных культурных у нас теперь стало меньше. И поэтому вот у меня эти два экспериментальных класса. О спорте. Трое дагестанских дзюдоистов вошли в состав сборной страны для участия в чемпионате Европы, который пройдет во французском городе Монпелье с 24 по 27 апреля. За российскую сборную выступят серебряный медалист прошлогоднего чемпионата Камал Хан Магомедов и двукратный победитель чемпионата Европы Сирожудин Магомедов. У женщин, чьей сборной страны на турнире будет отстаивать чемпионка России из Махачкалы Парий Суракатова. И о погоде. По данным Дагидромедцентра, в ближайшие сутки по районам Дагестана ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, температура ночью 10-15, днем 15-20 тепла. В горных районах местами дождь, гроза. В районах, расположенных выше 2000 метров, со снегом. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду. Температура ночью от 0 до 5, днем 12-17 тепла. В Сунтинском районе слабая лавина опасность. В 13 часов в Махачкале температура воздуха была плюс 20, атмосферное давление 760 мм ртутного столба, влажность 51%. В Махачкале в ближайшие сутки ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, температура ночью 8-10, днем 15-17 тепла, температура воды в море плюс 9. И это все новости на этот час. Я желаю доброго вечера и хороших новостей.